Большое спасибо, что вы нас встретили, и что так много представителей средств массовой информации сейчас пришли сюда. Я очень рад, что здесь, в Харькове, для первого раза в моей жизни, и я привожу половину депутатской депутатской администрации. И так же с собой он привез целую большую датскую делегацию, которая вместе с ним осуществляет эту поездку и визит в Харьков. У нас здесь есть представители Министерства энергетики Дании, у нас есть представители, есть посол Дании в Украине и Министерство образования Дании. Это мой шестой визит в Украину за 14 месяцев. Но, в самом деле, я близкий к вашему стране. Я великолепил 1800 километров 7 лет назад, с Киевом, Голларией, Волдово, Одесса и Крамера. Так что я знаю вашему стране, и я очень рад, что вы здесь. Господин министр, 7 лет назад, проехал 1800 километров на велосипеде, посещая страны Украину, Молдову и другие ту же места. То есть 1800 километров велосипед. Кто-то из вас проехал в Украине? Мы попробуем. Ну, вы можете спросить, почему мы сюда приехали, для чего? Наша цель. Две основные причины. Прежде всего, хотелось бы воочию посмотреть и убедиться, какая ситуация сейчас существует в Харькове. Харьков – это необычная город, в многих способах. Это место, где вы успели получить достаточно хорошие экономические ситуации, в сравнении с остальным Украиной, в очень-очень сложных ситуациях, когда конфликт идет несколько километров далеко, и с очень высоким количеством ИГП, которые вы занимаетесь в очень профессиональном способе. Особенностью Харькова является то, что здесь, несмотря на этот вооруженный конфликт на востоке Украины, и те процессы, которые происходят в самой стране, в Харькове удалось сохранить относительную стабильность и даже добиться экономического роста. И это серьезное состояние экономики, серьезное состояние общества говорит само за себя. И это кажется, что люди, в Харькове, которые, в истории, имеют близко отношения с Россией, и поэтому также имеют очень сильный ощущение о том, что происходит в России, но и все остальные сопротивления и агрессии, и все остальные сопротивления и агрессии, и все остальные сопротивления и агрессии, и я бы хотел показать, как люди в Харькове думают о конфликтах, и получать сообщения, чтобы обратить домой, в мою собственную страну, и в Европу, о том, что желание для будущего, для людей в Харькове. Кроме того, еще одной интересной особенностью является то, что традиционно, исторически, Харьков имел очень хорошее отношение с Российской Федерацией, и эти отношения продолжали как бы развиваться многие-многие годы. Но сейчас мы видим ситуацию, когда по-прежнему, оставаясь в относительно нормальных отношениях с Российской Федерацией, Харьков не поддерживает сепаратистские настроения и активно демонстрирует это в своей политике и в своей жизни. Поэтому хотелось бы узнать более точно и подробно, на личном примере господина министра, что является основой такого отношения к этим событиям вокруг нас, и как удается сохранять этот баланс между невраждебным отношением к России и в то же самое время очень четкой позиции, отрицательной в отношении сепаратистских настроений на Донбассе. Как, например, почему российская пропаганда не так успешно здесь развивается и представлена, чем, скажем, в других областях и других местах, ну, в частности, на Донбассе? Что является, как бы, тормозом или фактором, который не дает российской пропаганде здесь сильно развиваться? Может быть, вы мне потом позже сами скажете ответить на этот вопрос. Второе, почему мы здесь? Мы очень заинтересованы в вашем бизнесе, и в конкретно более, если сказать, то это энергетический сектор. И вот это как раз интерес к энергетике является таким, наверное, локомотивом в бизнес-сфере. Вчера буквально мы открыли совместный датско-украинский центр по развитию энергетики. И этот центр будет как раз и развивать эти взаимоотношения сотрудничества между Украиной и Данией в области энергетики. Our hope is to contribute to a more efficient, independent and competitive energy sector in Ukraine. Желанием датской стороны является помочь в развитии украинского энергетического сектора, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы он был эффективным, чтобы он приносил реальную пользу гражданам Украины. Два примера конкретных, господин министр, где ведет. In the last 35 years, we have stable economic growth in Denmark, but the total energy consumption of the country has decreased. 35 лет Дания уже испытывает постепенный экономический рост, но энергопотребление за последние годы уменьшилось. И это очень хорошо для экономики, очень хорошо для бизнеса. Еще один пример – это отходы. In Denmark, there is no waste deposits. We burn and make energy out of the waste, or we recycle it and giving district heating to many Danish households. В Дании нет отходов, там отходы сжигаются, вырабатывается энергия и эта энергия используется. Или отходы перерабатываются таким образом, чтобы использовать как вторичное сырье вот эту переработанную массу отходов. And we hope these models of energy could be to inspiration to a Ukraine of Paris, that both at the country level, in Kyiv, at the ministerial level, but definitely also at the regional level. Господин министр полагает, что такое отношение в сфере развития энергетики поможет и Украине в дальнейшем развиваться. Это будет интересным примером в дальнейшем, как на национальном уровне, так и на уровне регионного. Большое спасибо. На этом ждем Ваших ответов. Господин посол замолкает сам со своим монологом. Господин министр, скажите, пожалуйста, какие конкретно в Харьковской области могут быть примеры сотрудничества с фазами в Украине в энергетической сфере? То есть Вы предполагаете построить здесь москосжигательный завод или что-то подобное? Объясните, пожалуйста. Может, Вы хотите построить здесь в Харьковской области просто просто измельченную сференцией или инсиллерий? У нас же только открылся этот центр, как господин министр сказал, и мы не подготовили конкретных планов для того, чтобы если сейчас на это тема можно было говорить, что именно конкретно можно воплощать. Но мы находимся в Киевской области в Министерской области. И я знаю, что он был здесь, в Харькове, два месяца назад, чтобы рассмотреть конкретные проекты и идеи, чтобы возвращаться к Киеву. Но я думаю, что это будет диалог между региональным уровнем и министеральным уровнем, чтобы определить конкретные проекты. Мы знаем, что две недели назад эксперт датский по развитию энергетической сферы уже приезжал в Харьков. И он делал свою оценку тех возможностей и тех проектов, которые можно было бы начать здесь. И он, конечно же, донес свои идеи уже до Министерства энергетики Украины и Дании. Работа в этом направлении ведется. Но я думаю, что водоподобудение может быть очень интересным обеспечить, потому что в Денвере, водоподобудение является рассосом, что можно назвать «натуральный» и в Денвере, когда вы получаете монетры, потому что вы можете использовать для энергии. И чтобы это сделать, это будет полезно экономике, это будет полезно обеспечить оборудованию, både климатом, но также землю и воздух. И это то, что мы тоже были интересны, которые инвестиции. Из отходов мы еще и деньги делаем, получаем прибыль, генерируя энергию и давая возможность использовать вот эти источники энергии для другой промышленности. То есть это направление, по мнению господина министра, является очень перспективным. Ну, например, энергоэффективность тоже, да, вот тоже очень важный момент. Если бы Украина достигла такой энергоэффективности, хотя бы как в Европе, да, то тогда бы не нужно было импортировать российский газ, и можно было бы избавиться от этой зависимости. Энергоэффективность не очень секси-то, даже не для генералов, но это хорошо для всех, энергоэффективность. Энергоэффективность может не такой интересной темы для журналистов, господин министр говорил, не такой сексуальный момент интересный. Потому что здесь нет никаких больших явлений, проявлений, но здесь есть более четко работающая промышленность, здесь есть экономия ресурсов, здесь есть более дешевая продукция. И таким образом получается, что все от этого только выигрывают. То есть энергоэффективность – важный-важный момент в развитии дальнейшего промышленного потенциала Украины. Это очень конкретно будет оказано, употребляя эти программы энергоэффективности. Каждая семья, по сути, ощутит на себе этот положительный вплыв, это положительное влияние. И таким образом все ощутят, как это хорошо – работать энергоэффективно. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Денис Вишневский, Громадский Харьков. Вик, Казмин, если бы хотелось бы узнать отношение Дании с конфликтом в Анбасе, и как можете характеризовать роль России и как комментировать роль в России и в конфликте в Анбасе? Без сомнения, что Россия не имеет самое непосредственное участие в этом конфликте. И он уже продолжается многие месяцы, и в этом как бы есть и на России. Невозможно купить в магазине обычно военную технику, пушки, грады, поэтому она поступает извне. И я думаю, что лучшая ответственность к этой агрессии будет быть, что мы сохраним санкции, так долго, как русская прессия будет происходить. И с Денмаксой стороны мы будем готовы, если ситуация будет эскалаш. Мы также будем готовы эскалаш в санкции. Но, конечно, если ситуация, возможно, будет эскалаш в некотором времени, то мы должны также эскалаш в санкции. Но экономическая прессия, я думаю, это лучшая инструмент, которую мы имеем в нашем тупоке. Господин министр считает, что режим санкций, который введен против России, он должен сохраняться. И в случае, если будет эскалация конфликта на Донбассе, то этот режим санкций должен быть уже скачен. И в случае, соответственно, если он будет задихать этот конфликт, то и санкции тоже должны смягчаться. Таким образом, по мнению господина министра, санкции являются на данный момент самым эффективным инструментом противодействия российской агрессии. Еще один момент. Это российская пропаганда. И в Дании, а также в северных странах, европейских странах и в Балтийских странах разрабатываются определенные подходы для того, чтобы противодействовать тоже российской пропаганде. И на это следует, как считает господин министр, обращать особое внимание, чтобы эти пропагандические выпады и эти пропагандические приемы, которые поменяет Россия, они не имели большого эффекта. И чтобы они тоже здесь, в этой части Украины, имели достойный отпор и достойную оценку. И как раз в Оппенгагене через неделю состоится встреча восьми министров стран Балтии и стран северных стран Европы для того, чтобы эти вопросы рассудить. Спасибо. Относительно последнего вопроса, что есть ли понимание у вас, как относятся к санкциям обычных граждан? Как относятся обычные датчане к санкциям в отношении России? И чувствуется ли влияние российской пропаганды на всех этих разных нами по российские каналы, в том числе, где проработают в Европе? Чувствуется ли влияние российской пропаганды на Даниле? Есть ли влияние российской пропаганды на Даниле? Да, я делаю. Вообще, я очень часто спрашиваю, почему мы так разговаривали с российскими. И если это не то, что все началось с ошибками с европейской стороны, с европейской стороны. Господин министр часто спрашивает обычных граждан, что не считает ли вы, что мы слишком жестко относимся к России, что наше поведение не совсем адекватно и что, может быть, нужно что-то изменить в этих подходах? И было ли разумным на данном этапе предлагать Украине ассоциацию с Европой поддерживать это и подписывать на эту тему договор? Я на это отвечаю, господин министр, что европейский союз не является военной организацией. Евросоюз является мирным образованием. Там никаких агрессивных устремлений. Евросоюз – это торговая организация, которая стремится также для установления тесных, добрых отношений со всеми странами. И в том числе Россия выиграет от того, что Украина будет развиваться экономически. Именно поэтому отношения Евросоюза и Украины нужно поддерживать, чтобы здесь, на этой территории, создавалась удобная среда для того, чтобы развиваться в дальнейшем. И так же от этого идет Россия. Десять лет назад Украина и Польша имеют ВВП одинаковые на душу населения. А благодаря тому, что Польша вступила в Евросоюз, уже ВВП Польша в два раза выше. И это же никому не повредило, не помешало. Только добрый ответ этого есть. Ну а когда мы говорим о санкциях, то датские парламентарии, 95% из них поддерживают режим санкций против России и они, эти депутаты датского парламента, доносят свои все объяснения. и видение народу Дании. Но надо сказать, что сельскохозяйственный сектор Дании значительно пострадал от тех санкций, которые вела Россия в ответ на санкции Европы. Скажите, пожалуйста, датские парламентарии также реагируют, как, допустим, наши парламенты, по признанию России агрессивным. Они реагируют, как наши парламентарии, говорят, что Россия агрессивна или нет. Да, да, так вот. Вопросы касается энергосберегающих центров и центров, который создан Украинский Курданский. Скажите, пожалуйста, будут ли ставить акции на энергосберегающей технологии, и будут ли контролироваться вашей стороной внедрение этих технологий? Я уверен, что энергосберегающая технология будет играть очень важную роль, потому что здесь есть огромная опыт, и здесь есть огромный потенциал в Украине. Господин министр считает, что это будет иметь в любом случае очень важное значение, потому что Дания в этом имеет положительный опыт, и это явно скажется на всей экономике, если внедрять эти энергосберегающие технологии. Энергосберегающие офицеры, и я думаю, что это очень важное, потому что вы не можете просто копить и пасть данные реалитики в Украине. Таким образом, мы должны попытаться демонстрировать точно, что наши украинские противоположники спрашивали. И мы должны осуществить, что там будет внутренней координации внутри украинских министерий и между регионами и министерами. И тогда наши люди, наши эксперты в Киеве, но также из Киеве, будут пытаться демонстрировать точно, что будет в Украине. Господин министр подчеркивает, что невозможно 100% взять данные опыты здесь использовать или как-то регулировать это с точки зрения Дании. Нужно обязательно учитывать местную специфику и обязательно накладывать все проекты будущие на украинскую реальность. Именно поэтому будут созданы координирующие группы, в которые будут входить различные представители министерств для того, чтобы учитывать непосредственно украинскую реальность, датский опыт. Это наилучшим образом укладывать, развивать, чтобы эта тема получила хорошее продолжение. Спасибо большое. Ввиду графика нашего министра, пожалуйста. Короткий вопрос. Ваше отношение, нужна ли полицейская миссия ЕС на ДНР? Ваше отношение, что вы думаете, что украинская миссия в Казахстане? Ваше отношение, что украинская миссия, в Казахстане, в Казахстане? Ваше отношение, что украинская миссия, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. В Казахстане, в Казахстане. В Испент Wanna Que? Если нет, можем не сми через эту работу. В Фонда перезадайте, что учится наاتhing. И, конечно же, самая профессиональная область сейчас – ОСЕ. И я думаю, что, если у вас есть этот договор, вы можете увеличить количество людей, но также, что они должны делать, если у вас есть этот договор. И это, наверное, может быть, первая степь. Полицейская служба, силы или как угодно, обязательно условия достижения мира и эффективного функционирования всех институтов гражданских – это договоренность между конфликтующими сторонами. В настоящий момент организация ОСЕ довольно активно и успешно работает на данной базе. И, таким образом, если будет договор и заинтересованность между двумя сторонами, то ОСЕ вполне может справиться с этой задачей. А как называться будет эта служба, которая будет все это дело осуществлять, это имеет большого значения. Спасибо. Хорошо. Я ответил на вопрос о парламенте очень глубоко. Конечно, в парламенте в парламенте мы поговорим об этом, как и в других парламентах. Но я ответил «Да», потому что я довольно уверен, что большая большинство парламента будет использовать этот термин. Господин Мессер возвращается к вопросу о Датском парламенте и его отношении к всем этим моментам, которые происходят. Он говорит, что, безусловно, там происходят дебаты и обсуждение этого вопроса, и обязательно, как бы, Украина имеет определенную поддержку в этом отношении. Большое спасибо, товарищ Курец. У нас уже нам нужно двигаться вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо.